Почти триллион рублей мусульмане России не вкладывают в банки, поскольку это противоречит исламу. Такую цифру озвучил председатель комитета Госдумы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков на совещании в Кабмине Татарстана. 900 миллиардов рублей люди, исповедующие ислам, не вкладывают в банки, поскольку они считают, что это не соответствует их вероисповеданию. Меня эта цифра поразила. Если это так, то мы должны сделать все, чтобы эти люди принесли деньги в финансовые институты, и эти деньги начали работать на нашу экономику. Кроме Аксакова, в заседании по исламским финансам принимали участие весьма солидные участники. Зампред Центробанка РФ, замминистра финансов страны, председатель комитета Госдумы по экономической политике, а также глава Татарстана Рустам Миниханов. В ходе совещания обсуждалась стратегия развития исламских финансов, в частности вопрос повышения конкурента способности услуг в сфере исламского банкинга, помощь государства, поиск партнеров из других стран и информационная кампания для населения. С 1 сентября 2023 года в четырех регионах России, включая Татарстан, стартовал двухлетний эксперимент по партнерскому финансированию. Менее чем за два месяца реализации проекта две компании из Республики Татарстан вошли в реестр участников эксперимента – это Акбарсбанк и Акбарскапитал. Еще две заявки находятся на рассмотрении. Проявляют интересы зарубежные партнеры, например, Мирбизнесбанк из Ирана, который открыл в Казани свой халяльный офис.